Добрый вечер, Сергей. Мы давно, очень давно ждали представителя компании «Солерс». У нас здесь в студии с надеждой, что этот человек сможет прокомментировать нам то, что происходит сейчас. Мы фактически являемся свидетелями возможности создания очередного рождения, очередного автомобильного гиганта в России. И вот, Сергей, теперь у нас. Сергей «Солерс» диригировал отвечать, дорогие друзья, на мои и ваши вопросы. У нас работает смс-портал, у нас работают телефонные линии. Поэтому к вашим услугам и то, и другое. Напоминаю, что лучший вопрос недели мы традиционно примеруем часами от телеканала «Автоплюс». Поэтому звоните. Тем более, я думаю, что вопросов будет немало, ибо речь касается отечественного производителя. А так мало сейчас отечественный производитель дает возможность поговорить о себе в положительном ключе. Спасибо. Ну, поводы на самом деле есть, да, и, быть может, мы-то всегда декларируем то, что мы открыты, и, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, я готов на них отвечать, безусловно. Вот будьте открыты, Сергей, и скажите, пожалуйста, вот если взять ситуацию нынешнюю, когда подписан меморандум о создании вот этого автомобильного гиганта на территории России, когда называют совершенно умпомрачительные цифры в перспективе, пусть и в далекой до полумиллиона автомобилей в год. Это сопоставимо, в общем, с «АвтоВАЗом», да, который там, ну, рассчитывался на 750 тысяч в год. Когда свыше двух миллионов евро российское правительство инвестирует в этот проект, надеюсь, в ожидании какой-то отдачи в перспективе. Ну, безусловно, конечно, отдача будет. Ну, сумасшедший какой-то получается. Вот у меня, честно говоря, есть ощущение, может быть, после того, как несколько раз что-то такое затевалось, вот, да, что, ну, в очередной раз покрутятся какие-то деньги, в очередной раз все сильно эту тему пошумят, потом итальянцы почешет репу и скажет. Насколько этот меморандум уже имеет юридическую силу? А вы знаете, ну, на самом деле меморандум имеет уже очень сильную силу, простите за такую тавтологию, поскольку, ну, объем инвестиций два, больше двух миллиардов евро, это очень-очень серьезные деньги, и как мы, компания «Солерстаг» и «Фиат», довольно серьезно настроены развиваться на российском рынке и реально создать здесь у нас второй глобальный альянс после Союза Рено и АвтоВАЗа. Вот если с АвтоВАЗом проводить какие-то аналогии, вот можно сказать, что вот в 70-м году сошла с конвейера АвтоВАЗа первая копейка, да, и вот был первый приход «Фиата» на российскую землю, она еще на советскую землю, да, был первый опыт такого глобального сотрудничества и опыт сотрудничества положительного, подчеркиваю, потому что все это вылилось в то, что эти автомобили до сих пор выпускаются. Да, так и есть. Сильно перелицованный, переделанный, но по-прежнему это тот самый «Фиат-124» образца 1965 года, который сейчас называется «ВАЗ-2105», там «04», «07», как угодно. Это тот же вот «Фиат», которому скоро исполнится 50 лет. Да, ну, слава богу, «Фиат» за эти 50 лет изменился довольно значительно. Значит, можно ли, а, сравнить этот все-таки проект по глобальности замысла своего, да, вот с тем проектом, первое. Второе. Будет ли также перенесена машина с, или машины, да, берем уже модельный ряд, с адаптацией, а мы знаем, что вот в эту самую копейку, допустим, было внесено, ну, там, порядка 150 очень серьезных, до 200, да, очень серьезных изменений. Жесткость кузова, изменения в тормозной системе, да, там, двигатель с нижневального стал верхневальным, там, барабанные тормоза вместо дисковых сзади для советских условий эксплуатации было лучше, да, так сказать, кузов сделали, ну, масса, да, вот. Второй момент. И третий момент, насколько часто итальянцы согласятся менять модельный ряд и вообще речь идет о лицензиях каких-то на производство. Ну, по порядку, пойду, хорошо, во-первых, по тому, каким будет этот альянс, наверное, стоит говорить, что он будет даже более глобальным, чем тот проект, который был реализован в 70-х годах. Почему? Потому что изначально закладывается производство не одного, двух, трех автомобилей, да, в тех или иных вариациях, закладывается производство автомобилей C и D сегмента, плюс внедорожники, плюс кроссоверы. Всего до 16-го года должно появиться в России, в российском производстве не менее девяти автомобилей, шесть из которых будут базироваться на абсолютно новой фиатовской платформе, точнее, это будет совместная платформа Fiat и Chrysler, называется Compact White. То есть, основное отличие, это не будет автомобиль, списанный на Западе, который привезли в Россию, это будут новые автомобили, абсолютно новые, которые мир увидит вместе с нами впервые. Один момент, прошу прощения, Сергей, сразу перебиваю. А эти автомобили будут рассчитаны на продажу в Западной Европе, например, в самой Италии, либо это будет автомобиль, ориентированный жестко на рынке третьих стран, например, на Россию, Китай, Южную Америку, Турцию. Пока рано говорить об этом, но я могу сказать, что с учетом того, что это будет абсолютно новая платформа, и это будет не платформа бюджетного автомобиля, вероятно, как можно предположить, это будет реально глобальная платформа автомобилей и C и D сегмента, как я уже сказал, внедорожники и кроссоверы. Слишком большие затраты, пожалуй, на платформу, для того, чтобы ограничивать рынки сбыта этого автомобиля. Поэтому это будет реально глобальное производство, которое будет не менее 10%, не менее пока на сегодня, отправлять на экспорт. Что касается адаптации автомобилей для российского рынка, то совместно с ФИАТом, также в рамках этого альянса, мы создаем научно-технический центр, который как раз-таки займется адаптацией автомобилей, как для российского, так быть может и для некоторых соседних рынков. Площадки, которые вы будете использовать под производство этих автомобилей, я так понимаю, что они будут концентрированы ни в одном месте, это будет не одна какая-то такая большая площадка, как получилась автовазом, который посреди степи построили, и теперь на всю страну и пытаются до Дальнего Востока эти машины дотащить. Значит, планируется ли какая-то дифференциация, опять же, площадок в зависимости от региона и модельного ряда. Ну, очевидно, да, что одни регионы требуют, там, крупный город требует машинный сегмент, там, БЦ, да, там, и какой-то городской кроссовер, да, там регионы с меньшей плотностью населения, с большей расстоянием требуют другой тип автомобиля, может, полугрузовые какие-то варианты. Вот будет ли такая история, где будут собираться машины, и что с Дальним Востоком? Это отдельная тема, очень интересная. Окей, ну, машины будут собираться все на базе нашего завода «Солерс» Набережная Челны, это там, в 200 километрах от Казани, в Татарстане, наша производственная площадка, абсолютно новый оборудованный завод, который уже готов, который уже готов выпускать 75 тысяч автомобилей в год. Ну, это реально с КамАЗом? Да, это бывшая КамАЗовская площадка. Да, 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 та площадка, где раньше выпускали АКУ. Эта площадка выбрана в качестве базовой для самого проекта, и, кроме того, она будет значительно расширена, как уже говорилось, до 500 тысяч автомобилей в год здесь планируется выпускать. С точки зрения логистики никаких, пожалуй, не требуется... Это вот то, что там было. Да, к сожалению, у меня была возможность там побывать, когда там это все было, как вы сказали, и гнетущее впечатление стало намного лучше, поверьте. И смысла никакой нет разносить производство автомобилей по разным точкам России, поскольку по Волжье, само по себе представляет достаточно удобный для логистики регион, фактически центр страны, откуда, ну, скажем так, в авиационной терминологии одинаковое время подлета как в одну сторону, так и в другую. Вот. Понятно. А что с Дальним Востоком все-таки? Потому что вот как-то появилась у нас вот там вот, так сказать, наверху идея, а давайте-ка вот на Дальний Восток машина, сделанная в России, да? И вот УАЗовы стали там делать. А сейчас вот, глядишь, Рено там начнется тоже. Рено тоже же намекнули, что неплохо Дальний Восток осваивать. Логаны пойдут туда вместо Тойот, вот, праворуких. Леворукий Логан вместо праворуких Тойот. Замечательно. Кстати говоря, на самом деле это правильная идея. Вот что касается вот этой истории с Фиатом. Ну, история с Фиатом такова, что по состоянию на сегодня, на Дальнем Востоке, на заводе Солерс Дальний Восток, будут выпускаться специальные версии Фиат Дуката. Это наш коммерческий автомобиль. В основном полноприводные автомобили, которые на первых порах будут предназначены для адаптации, для поднятия уровня социальной инфраструктуры региона. То есть это школьные автобусы, это скорые помощи, это различные инвалидные автомобили. Фактически, да? То есть вы подразумеваете некий госзаказ? Не только госзаказ, поскольку и частная медицина развивается, развиваются частные компании, которые помогают людям с ограниченными возможностями адаптироваться к жизни в городе. Кроме того, безусловно, мы готовы, как и декларировали с самого начала проекта, выполнить заказ в плане Дуката на любую другую специальную версию этого Дуката. В данном случае мы не ограничены, уже сегодня в Елабуге 22 модификации Дуката выпускаются, любую из них мы готовы адаптировать для Дальнего Востока, поставить систему полного привода и обеспечить сервисным обслуживанием. Сейчас, Сергей, у нас звонок есть, послушаем зрителей, потом продолжим. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Вечер добрый, Алексей, Санкт-Петербург. Очень приятно слушаем вас. По поводу Fiat Linea, хотелось бы узнать, какие двигатели будут у нас и когда, и сколько будет стоить. Вот. Мне этот вопрос тоже есть, я вот тоже хотел поинтересоваться. Мы планируем, на самом деле, что сейчас с активизацией нашего сотрудничества с Fiat активизируется и позиция Fiat на рынке легковых автомобилей. Мы планируем, ну, скажем так, во втором полугодии уже запустить этот автомобиль, только локального российского производства. На первых порах это будет двигатель 1.4 Turbo, 120 лошадиных сил. О ценах говорить пока рано, мы ориентируемся на ближайших конкурентов, ну, главным из которых, пожалуй, является седан Ford Focus. Да, цену, к сожалению, я пока назвать не могу. Давайте дождемся, это традиция компании объявлять цену в момент выхода автомобиля на рынок. Смотрите, Сергей, какая история получается интересная. Вот вы видите конкурентов в кузове седан. Ну, Ленея только с кузовом седана. Естественно, да, Ленея кузов седан. А между тем, вот есть два замечательных еще седана, это, например, Citroёn C4 седан и Peugeot 408, который, на самом деле, Peugeot 308 просто с пределным багажником. Машинки тоже очень ладные, однако вот французы говорят, что нет, а в России мы продавать не будем, только в Китае, потому что уже не видим перспективы для седанов в России. А вы идете с новым седаном. Ну, мы идем с новым седаном, поскольку эта машина, скажем так, будет открывать, во-первых, модельный ряд в рамках нового СП, который создается между Солерс и седаном. Не, не к тому, может, они ошибаются? Во-вторых, да, собственно говоря, спрос на седаны по-прежнему достаточно высок. Если мы просто сделаем шаг в сторону от центральных регионов, мы увидим, что пользуются успехом в основном седаны. Да, есть особенные, есть некие особенности, которые в эти седаны необходимо вкладывать. Да, в частности, это большой багажник, в частности, это просторный салон, это достаточно мощный двигатель. Да, вот такой седан имеет, собственно говоря, хорошую перспективу на российском рынке, поэтому в плане линии мы не видим никаких пока что препятствий для запуска автомобиля вот именно в кузове седан. Ну и кроме того, есть параллельно много автомобилей, импортируемых у Фиата в кузове хэтчбэк, поэтому покупатель волен выбирать то, что ему действительно необходимо. Окей. Что касается альянса Крайслер-Фиат, Фиат-Крайслер, который сейчас, вернее, если так правильно говорить совсем, то это альянс, они, фиатовцы, подвели под конкретный бренд. Да, Лянча-Крайслер. Да, то есть они пошли по пути Volkswagen Group, да, и где вот под Audi, на Audi, как на часть группы, нанизывают еще сателлитов, так сказать, более мелких. Так и здесь получилось, да, что они вычленили один из брендов фиатовских и к нему привязали Крайслер. Но суть не в этом. Про Альянча поговорим еще, может быть, здесь, так сказать, время останется. Вот, тема такая, но недалеко не для всех интересная. А вот, что касается альянса Крайслер и Фиат. Вот, однозначно ставка, и я уже сейчас вижу, да, делается на моторы, заточенные уже под Евро-5, а то и под Евро, уже о Евро-6 идет разговор, о вот этих самых, так сказать, модульных платформах, как Legacy, да, вот. У нас ситуация немножко другая. Вот требования по экологичности двигателей и требования, может быть, порой действительно, ну, немножко задорные по безопасности машин, которые существуют сейчас, особенно в Соединенных Штатах. Да, вот там, ну, какие-то просто иногда запредельные вещи, на мой взгляд, происходят. Вот, хотя безопасности мало не бывает. Вот те машины, которые будут собираться и делаться здесь, они будут в этом мейнстриме? Или все-таки будет сделана скидка на особенности местного рынка и на особенности платежеспособности населения? Потому что покупать экологию задорого мы не можем, и покупать задорого вот перестраховку в области безопасности мы тоже часто не можем, хотя хотелось бы. Ну, на самом деле, далеко за примером ходить не надо. Есть нынешние Fiat, которые продаются здесь, в России, они соответствуют нормам Евро-4. Ducato, Евро-3, ну, согласно российскому законодательству. Мы уже на шаг впереди. Так же, как, в принципе, и наши коллеги из других иностранных компаний. Что касается будущих автомобилей, я уверен, что, ну, минимум, которым они будут соответствовать, это Евро-4. Хотя при этом разница в цене между Евро-4 и Евро-5 не столь высока для того, чтобы как-то акцентировать на нем внимание. К примеру, когда в России будет введена Евро-4, перенастройка автомобиля, будь то Fiat Ducato или УАЗ Patriot, на Евро-4 с Евро-3, это не столь дорогостоящий процесс, поверьте мне. Поэтому я уверен, что переплачивать за экологию мы вряд ли будем. Другой вопрос, что, к сожалению, все потуги иностранных концернов, да, привезти в Россию самые современные, самые экологичные автомобили, по моему личному мнению, заканчиваются во время стояния в пробке за очередным КАМАЗом, да, который пару раз газанув, перечеркивает напрочь год езды тебя на твоем автомобиле Евро-4 или Евро-5, к сожалению. Да, вопрос более глобальный, вопрос касается парка автомобилей целиком. Ну, хотя, честно говоря, скажу, что любой КАМАЗ с самым раздолбанным дизелем загрязняет воздух в 10 раз меньше, чем какая-нибудь карбюраторная копейка. А, быть может, да, я, естественно, не хотел обидеть КАМАЗ, да. Нет, я просто к тому, что вот этот дым, который вот вылетает из трубы, который кажется всем чудовищным, на самом деле содержит массажу. Это не самое вредное, что есть в автомобильном выборе, потому что любая карбюраторная машина, особенно с разлаженным карбюратором, да, она убивает атмосферу гораздо сильнее. Невозможно, согласен. Слушаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Алло. Здравствуйте, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, Игорь, Москва. Я вот приобрел Fiat Doblo Panorama, пассажирская версия. Не подскажете, вот будут какие-то двигатели, да еще кроме 1.4, вот восьмиклапанного ставится на эту модель, потому что, ну, в общем-то, хорошая машина, мне очень нравится, но, в общем, если пятером сесть, она сама себя не везет, то есть вот в таком плане, то есть что-нибудь помощнее, либо там, ну, как-то другие модели будут, и интересует вот турбодизель. Не 1.3, как вот на карго ставится, а вот на пассажира, почему вот интересно не ставится. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, ну, по состоянию на сегодня двигатель только один, действительно. Спасибо, во-первых, вам за ваш выбор. Что касается дизельного двигателя, то мы сейчас изучаем ситуацию, как ведут себя фиатовские дизели в России на российском топливе, изучаем по Ducato, изучаем по Doblo Cargo, это грузовая версия Fiat Doblo. Решение, вероятно, будет принято, я не готов пока сказать, в какие точно сроки. Я надеюсь, что в какое-то, ну, более-менее благоразумное время это решение будет принято. Дело в том, что нужно понимать, что дизельный двигатель окупает себя, скажем так, намного дольше, чем бензиновый двигатель. Вот, и, быть может, для большинства покупателей Doblo Panorama нет смысла переплачивать за дизельный двигатель ради, ну, я не знаю, ради мощи. Хотя, естественно, это все дело выбора каждого. Пока что в ближайшее время новостей по двигателям для этой машины не предвидится. А вообще новости по двигателям предвидятся? Ну, вообще новости по двигателям, конечно, предвидятся. В рамках нового альянса, нового СП мы локализуем производство как двигателя, так и коробок передач. Для этого будет использоваться как новый технопарк, который мы создаем в набережных Челнах, так и площадка заволжского моторного завода, который тоже входит в наш холдинг. Плюс тому частично будут использоваться мощности Тольяттинского технопарка, который сейчас также создается. А вот по поводу локализации. Хорошее слово, красивое, всем нравится. Особенно слово нравится у нас вот в Белом доме, это слово людям нравится, да? Вот пытались по-разному считать. Как ее считать, эту локализацию? От стоимости автомобиля, от стоимости компонентов, вы как ее себе представляете? И действительно ли вы сумеете добиться того, как это декларирует, по крайней мере, господин Швицов, что вот 50% автомобиля будет локализовано в России? Чего 50% будет локализовано? Ну, смотрите, есть... Просто на пальцах объяснить, да? Потому что одно дело, 50% стоимости автомобиля создается в России. Но это очень абстрактно всего. 50%... Вот чего 50% автомобиля будет российского? Согласен. Безусловно, самое сложное и самое тяжелое это локализовать сложные технические узлы, да? Это трансмиссии, это коробка передачи, это двигатель. Все остальное в России абсолютно легко локализуемо. Пример Fiat Ducato. Мы запустились в мае 2008 года. За полтора года локализация базовых версий, самых обычных фургонов, да? Вот цельнометаллический фургон для перевозки грузов. От 32% до 43%. Что в нем российского? Что в нем российского? Вот я процента не понимаю. Понимаю вот конкретно. Сталь российская? Окей, нет. Штамповка пока не российская. Но мы запускаем, собственно, штамповальное производство уже в следующем году. Соответственно, пока что штамповка к нам приходит, но при этом стекла уже российские, резинки российские, весь внутренний пластик российский, шины, часть проводки, что еще, часть деталей подвески в том, что касается каких-то резинотехнических идей, либо некоторых типов ресор, это все уже локализовано в России. Там панели приборов, да, к примеру, все это локализовано в России. При этом не стоит думать, что, собственно говоря, локализация для производителя это вот так вот все просто. Да? Нет, я догадываюсь, что нет. Мы нашли подешевле, и давай-ка мы будем ставить эти шины подешевле, потому что вот нам так выгоднее, да, больше денег заработать. Неправда. Для того, чтобы какой-то компонент мы положили внутрь автомобиля, проходит реально очень длительный и сложный процесс его сертификации у производителя в рамках лицензии, которой мы владеем на производство Fiat Ducato. Любой компонент, который мы локализуем, мы обязаны сертифицировать у обладателя торговой марки, да, у Fiat. Соответственно, любую шину, любое стеклышко новое, любую резинку мы отсылаем на Fiat. Я понимаю, Сергей, но подождите. Вот смотрите, например, Fiat ездит условно на шинах производителя X. Этот производитель X имеет свои производственные мощности в России? Нет. Нет? Нет. Изначально автомобиль, когда вот берется автомобиль и переносится его производство в Россию, да, он приходит в так называемом машинокомплекте, где уже есть в том числе и шины. Да, я не буду называть шинные марки, да, те шины, на которых шел Ducato в России, у них нет своего производства в России. А, вот это другой разговор, да. Теперь понятно. Но кроме того, опять же, да, если российский компонент обеспечивает тот же уровень безопасности и ходимости для шины, да. Борт стекло, например. Отлично, замечательный поставщик. Да. Вот, да, если этот же компонент обеспечивает те же параметры, которые заложены в него там иностранным производителем, кучей, огромной кучей инженеров, которые создавали этот автомобиль, значит, он, безусловно, разрешается к использованию в России в рамках сертификации. При этом периодически проходит аудит, да, то есть, каким образом, там, через год не ухудшились ли параметры. И что самое важное для клиента, в конце концов, это то, что мы позволяем себе не повышать цены, да, либо, собственно говоря, на фоне других повышать их меньше. Да, то есть, в любом случае, выгода от этого принадлежит клиенту, ну, конечно же, да, мы тоже каким-то образом зарабатываем деньги, но, тем не менее, выгода от этого основная для клиента в том, что он, во-первых, получает иностранный автомобиль, во-вторых, он сможет покупать для него запчасти дешевле, потому что они будут не импортированы, а произведены в России. Да, от этого стоимость владения автомобилем значительно уменьшается, что актуально для любого коммерческого автомобиля. Сейчас вернемся к этой теме, не закончили, еще послушаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте, это Александр, город Москва. Очень приятно слушать вас, Александр. Дело все в том, что меня интересует либо выпуск Ford S&P-Esta, турбодизель 1.6, вот, либо это большинство поставка с, там, западой или откуда-то. Когда это будет сделано? Ну, там, 90 сил, имеется в виду, меня очень, ну, это привлекает. И еще узнать, какие цены, если будет такая поставка. Я, быть может, не ослышался, да, в плане марки автомобилей. Я могу вам сказать, что в плане Fiat, да, мы готовы, на самом деле, привезти в Россию любую специальную модификацию автомобиля, который клиент захочет иметь. Там, любые опции, любой мотор. Да, другое дело, сколько это клиенту будет стоить. Да, другой вопрос, сколько это будет стоить, поскольку любой возимый в России автомобиль нужна сертификация, в растаможке, да, и в ряде других процедур, которые, ну, в данном случае, безусловно, будут выполняться за счет клиента. Овчинка выделки, как мне кажется, не стоит. Безусловно. Вернемся к локализации, просто еще один важный момент. Сейчас и так у нас на рынке работает, в общем, ряд СП, совместных предприятий, с теми же зарубежными партнерами, которые обеспечивают поставку комплектующих, направляющие большинство западных заводов. В Европе, в Америке, неважно. Вы предпочитаете работать с ними или вы проводите свободные тендеры, и в них участвуют и абсолютно стопроцентно российские производители. Ну, смотрите, дело в том, что компонентная отрасль это вообще, в принципе, очень такой, очень серьезный вопрос, который, ну, не секрет, да, что она скорее не слишком жива, да, чем процветает. Поэтому, выбирая компоненты новые для установки на наши лицензионные автомобили, мы, безусловно, объявляем абсолютно открытые тендеры. И что самое поразительное и что самое приятное для нас, допустим, да, то, что порою, а порой это очень часто, в них побеждают некрупные компании, которые готовы при том объеме компонентов, которые мы заказываем, обеспечить более высокое качество, чем какая-то огромная контора, да, у которой там производство какой-то детали X поставлено уже на поток. У нас так получается в Татарстане, у нас получился там некий производственный кластер, и на этот кластер, вот, производство Дуката в Елабуге работает реально очень много небольших компаний, которые между тем обеспечивают очень высокое качество своей продукции. Да, то есть не обязательно это крупный поставщик. Понятно. В связи с тем, что Фиат Крайслер начинает такую активность на российской территории, потащит ли он за собой своих поставщиков сюда для создания СП и налаживания, что, собственно говоря, делают некоторые японцы, приходя на российский рынок? Вы знаете, ну, безусловно, какую-то часть, вероятно, стоит ожидать тех поставщиков, которые являются традиционными поставщиками этих двух компаний, что Фиат, что Крайслер. Другой вопрос, что у Фиата, мне кажется, уже есть сейчас четкое понимание, что помимо этих традиционных поставщиков есть также и российские производители, которые уже сегодня работают по новым законам, которые полностью сертифицированы как по российским стандартам, так и по международным. Поэтому я думаю, это будет некая синергия, некий компромисс. Но при этом, безусловно, надо отдать должное крупным производителям, без которых, я боюсь, современные автомобили не построить. Это, к примеру, производители датчиков всевозможных, это производители систем безопасности, которые всем известны, которые, собственно говоря, лидируют данные области. И перепрыгивать через них смысла никакого нет. Вопрос из интернет-портала. Как повлияет проект на судьбу УАЗа Патриот? Проект на судьбу УАЗа Патриот? Ну, я боюсь, что... Ну, я не верю, что это никак не повлияет. Вот если вы скажете, Сергей, что нет, это отдельная история, и вообще вот не надо вот это мешать вместе. Вы знаете, ну, может быть, вероятно, да? Я не готов сейчас пока ничего говорить, как мы и говорим. Невозможно применение хорошо фиатовских агрегатов. А фиатовский мотор уже используется для УАЗ Патриота. Это тот же двигатель, который ставится на Фиат Дуката объемом 2,3 литра. Дизельный двигатель, который отлично себя зарекомендовал внутри УАЗ Патриота. Какие-то еще новости? Ну, вероятно, будут, да? В ситуации, когда все только выстраивается, да? Мы сейчас видим только, ну, некое основание с первым рядом кирпичей, да? Вот окна скоро будут вставлять, да? Появится больше информации. Когда покроют крышу, я думаю, мы сможем уже говорить открыто абсолютно обо всех проектах, которые принесет сюда альянс Фиат с Крайслером и альянс Фиата с компанией Солерс. Ну, вот смотрите. Значит, у нас через 2,5 года 300 тысяч автомобилей. Это уже огромная цифра. Я повторюсь, да, что вот по данным, по крайней мере, озвученные данные, озвученные Вадимом Швецовым, да, значит, полмиллиона автомобилей в 2016 году. Но до этого еще далеко, вот через 2,5 года уже 300 тысяч автомобилей. Их надо как-то продавать. Что будет происходить с дирижской сетью? Особенно не в плане строительства красивых павильонов. Люди уже знают, и в этих красивых павильонах по России уже торгуют мясом, потому что машины продавать там уже некому просто. Вот, вы это прекрасно знаете, наверное, может быть, даже лучше меня, да? А что касается персонала, что касается выстроенной системы поддержки клиента, потому что очень приятно, когда ты где-нибудь в Европе находишься, берешь мануал, а сзади написан крупный телефон, набираешь и говоришь, ребят, а у меня вот тут вот вопрос есть. Тебе говорят, на каком языке с вами пообщаться? Да, приятно, да, черт возьми? Вот, что будет с развитием дилерской... Сергей, прошу прощения, у нас звонок, давайте мы ответим, и потом поговорим про дилеров. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Москва, меня зовут Павел. Слушаем вас, Павел, здравствуйте. Очень хотелось бы узнать, будут ли в продаже у нас в России вот новые Punto Evo, и с движками вот тоже как бы есть еще Bravo, сказали, ну, как я читал, будет выпускаться Bravo, с движками Multi Air, да, вот будут ли вот эти Bravo и Multi Air, и когда появится Fiat Evo, Punto? Ну, Fiat Punto Evo мы планируем запустить, если не до конца этого года, то в самом начале следующего года, это будет, ну, по состоянию на сегодня импорт автомобилей, что, к сожалению, не позволит нам назначить низкую цену на этот автомобиль, да, я не скажу, что она не будет привлекательной, но просто низкой она не будет. Безусловно, в России будут поставляться и новейшие двигатели системы Multi Air, которые вот недавно были представлены. что касается выпуска Bravo, тоже данную информацию я пока опровергну, но такой информации нету. Те автомобили, которые сегодня поставляются в России, это два варианта двигателя 1.4 Turbo, 120 или 150 лошадиных сил, расширение модельного ряда в плане двигателей, ну, вероятно, стоит ожидать, но не в ближайшее время. Это, наверное, все, что я могу сказать на этот счет. Двигатели Multi Air будут, будут самые современные технологии Fiat на российском рынке, когда, к сожалению, пока не готов сказать, давайте доживем этот год, я уверен, что в конце него Fiat будет много с точки зрения информационной активности. Ну, будем надеяться. Еще один звонок. Да, давайте послушаем, потом перейдем к дилерам. Слушаем вас. Здравствуйте, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте, меня зовут Георгий, я из Калужской области. Меня интересует, будет ли на Fiat Ducato Combi устанавливаться вторая подушка безопасности и кондиционер. С точки зрения установки кондиционера, поскольку тема весьма трепетная, я скажу, что мы планируем установку кондиционера, вероятно, он будет доступен в качестве опции. Пока что конкретных сроков так же сказать не могу, завод работает, надо адаптаться кондиционера для этого автомобиля. Что касается второй подушки безопасности, вы знаете, пока не планируется, по причине, в том числе, удержания автомобиля в определенном ценовом сегменте. Понятно. То, о чем мы вот говорили в самом начале. Безопасности не бывает много, но за нее нужно платить большие деньги. Да, безусловно. Вот особенность нашего рынка, что, увы, приходится иногда чем-то жертвовать. Про дилеров давайте все-таки, Сергей. Расскажите нам про... Да, расскажите нам. Постройте нам хрустальный мост инженерной конструкции. Не, ну я не собираюсь вам сказки сейчас рассказывать, да, поскольку мы реальные люди, живем в реальном мире и прекрасно знаем, что представляет из себя российский рынок и дилеры наши. Что будет происходить? Безусловно, дилерская сеть будет развиваться и расти для того, чтобы продавать 500 тысяч автомобилей в перспективном 2016 году. Их количество, ну, вероятно, можно будет легко подсчитать, зная некую точку рентабельности для работы каждого дилера, да, соответственно, принцип работы нашей компании мы даем заработать нашим партнерам. Поэтому, конечно же, дилеров количество будет расти, хотя и сегодня их уже достаточно немаленькое количество, 63 дилера Фиата по России и какое-то количество Крайслера, дилеров, которых я пока не знаю, порядка двух десятков, как мне кажется. Что касается стандартов их работы, безусловно, они будут слегка, ну, неправильное слово, ужесточаться, да, приводиться в порядок. У нас в компании уже второй год работает корпоративный университет, который совершенно бесплатно проводит тренинги. Причем мы проводим тренинги как для продавцов непосредственно, которые общаются с клиентом, так и для технических специалистов, так и для, я не знаю, специалистов по маркетингу. Вплоть до директоров дилерских центров мы помогаем им составить модель введения успешного бизнеса. Да, конечно, в условиях кризиса, быть может, это сейчас не так актуально. Но кризис уже заканчивается на самом деле. Но кризис реально заканчивается, да, и мы действительно помогаем нашим партнерам выстроить ту модель, которая поможет им с нашей помощью зарабатывать деньги и развиваться, расти. У нас есть уже горячая линия Фиата, да, которая, я не уверен, написана ли она в сервисной книжке, к сожалению, да, но она есть на всех наших рекламных материалах, есть на сайте fiat.ru. Особенность работы горячей линии – это не только спросить, где какая машина и почем, да, есть это в том числе и решение спорных вопросов, которые порой возникают между клиентами и дилерами, между клиентами и импортером. Принцип работы горячей линии таков, что любой вопрос жестко фиксируется, ему присваивается номер, и не ответить мы на него просто не имеем права. Если вы сегодня позвоните, зайдете на сайт fiat.com, это международный сайт Фиата, увидите там телефон их горячей линии, или напишите им письмо с просьбой прокомментировать или подобрать дилера в России, да, они также безусловно вам помогут. Кстати, у меня появилась интересная идея, я вот поделюсь, готов поделиться со слушателями, да, мы вот, почему мы нам не провести, мы это сделаем, дорогие друзья, вот я сейчас понял, что нам надо сделать, провести, на самом деле сравнительный тест работы горячих линий, потому что уже ряд производителей в России эти горячие линии имеет, по некоторым из этих линий я даже звонил с конкретными вопросами, не всегда получал адекватные ответы, правда, вот, но вот это хорошая идея, и потом, на самом деле, я думаю, что мы даже можем поделиться с вами, вашими коллегами, конкурентами там, да, этой информацией, может быть, действительно, будет и вам полезно, нам хорошо, и самое главное, наши зрители будут понимать, насколько действительно эта услуга, которая уже в Европе является, ну, в общем, чем-то самим собой разумеющимся, у нас пока вот находится в некой такой стадии становления. Звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Алло. Человек звонил и перестал звонить. Что касается Крайслера. Вы говорите про дилеров Крайслера. Ведь продажи, насколько я понимаю, Крайслера как такового, как бренда, и джипа как бренда в России не прекращаются. В России будет продаваться и Крайслер, и джип. Андрей, я сейчас должен сказать, да, что в настоящее время я являюсь представителем компании Солерс, да, которая, у которой будет некая СП с Фиатом, да, и которая каким-то образом, вероятно, будет связана с брендом, с концерном Крайслер, да, я пока не готов отвечать на эти вопросы. Нет, Сергей, я понял, я просто, вы, просто вы сами сказали, что вот есть и дилерская сеть Крайслера тоже, да, поэтому у меня, естественно, автоматически появился мысль, да, будете ли вы ее тоже подтягивать под вот этот новый проект, под развитие вот этого нового проекта, либо вот это будут уже отдельные дилерства строиться, да, которые будут абсолютно заточены под продажу вот этого астрономического числа машин. Ну, безусловно, логично предположить, что как дилеры Фиата, так и дилеры Крайслера, вероятно, будут задействованы, да, вот в этой системе перестановок, в системе смены координат, когда будут новые, более глобальные цели стоять перед компаниями. Но каким образом это все будет разделено и воплощено в жизнь, пока, вероятно, говорить рано. Вот опережает меня человек из Тверской области. Будет ли официально в России поставляться, продаваться автомобилем марки Лянча? Я хочу поставить вопрос шире. Будет ли в рамках этого проекта, мы же сейчас говорим о Фиате все-таки как о глобальной структуре, не как о бренде, не как о бэджа, как о концерне, как о империи, на самом деле. Это один из крупнейших производителей автомобилей в мире, и это очень, ну, наверное, в глобальном уровне определяющая структура для всего мирового автопрома. Одна из, да, ну, безусловно. Но в рамках Фиата существует, собственно, Фиат, уже как бренд, существует Лянча, существует Альфа-Ромео. Не говоря уже о Феррари и Мазератин, это отдельная тема. Вот что касается других брендов, как то Лянчи, Альфа-Ромео, которые, ну, совсем не популярны в России, будете ли вы что-то делать для того, чтобы эти бренды в России все-таки появились, или, в общем, а надо ли оно? Ну, вы знаете, на самом деле мы просчитывали вариант, к примеру, появления Лянчи на территории России, и, ну, поняли, что на самом деле те вложения, которые необходимо сделать в бренд, окупятся еще очень-очень нескоро, поскольку весьма специфичный бренд. И чем дальше, тем специфичнее. Да, 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 что с ним будет пока сложно предположить. В том числе, как мы и просчитывали свое время, это было там два года назад, некие варианты из Альфа-Ромео. Слишком были велики вложения для того, чтобы мы на тот момент как импортер, да, всего лишь, не представительство Фиата в России, мы просто как импортер, партнер Фиата в России вкладывали свои деньги в то, чтобы развивать этот бренд на территории России. Но при этом стандартная процедура, когда представительство Фиата, ну, представительство именно Фиата, да, в том или ином, в той или иной стране, работает сразу с тремя брендами. Это Фиат, Альфа-Ромео и Лянчи. Да. Быть может, нечто подобное ожидает и нас, но еще раз повторюсь, да, пока слишком рано говорить о том, какие бренды, когда конкретно, да, и какие автомобили вообще под какими брендами появятся на российском и на мировом рынке, поскольку что в Женеве, что в Детройте этой зимой Фиат показывал Лянчо Дельта с логотипом Крайслер, при том, что в автомобиле не было ни собственного названия. А под огромным совершенно бэджем Лянчо стоял Крайслер Петти Крюзер. Да, да, вероятно, таким образом нас готовят к чему-то, да, но к чему, пока сказать очень рано, а эта информация, я боюсь, есть только в самых-самых высоких эшелонах власти внутри Фиат Групп. Иногда, кажется, вот у меня, честно говоря, было ощущение, что вот раз, а уже еще сами не до конца знают, что с этим делать, потому что вроде вот есть, а... Стратегия объявлена, да, стратегия была объявлена, но что из нее будет реально воплощено в жизнь первым, что будет в следующем этапе, пока сказать очень рано. Слушаем звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте. Александр Таганрог, Ростовская область. У меня вопрос к вашему гостю. Вот многие автомобили, ну, скажем там, Форды, ну и так далее, так далее, все, которые выпускаются у нас в России, почему-то стоят ровно столько же, сколько машины, привезенные из любых других стран, где они производятся. То есть затраты, растаможка, транспортировка, ну и много-много и другое, и получается, что цена машин, произведенных в России, ровно такая же, как и завезенных из-за рубежа. Что на эту тему, скажем так, может предложить ваш собеседник по Фиату? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, ну, на самом деле... Не всегда так. Не всегда, да, это, быть может, было в докризисные времена, но только не сейчас. Нет, ну, можно сказать, что, например, по BMW, BMW всегда были дешевле, собранные в России, чем... Джемовские машины всегда были дешевле российские, чем привезенные откуда-то, да? Ну, безусловно... Киа были дешевле, ну, то есть, ну, да. Ну, на самом деле, автомобили действительно были дешевле, да, а сейчас, когда поднялись пошлины на импортные автомобили, мы вообще, в принципе, прогнозируем, что рынок именно импортных новых иномарок сократится до 30%, и приоритет будет отдан тем автомобилям, которые выпускаются в России. Что касается ценнообразования, ну, вероятно, да, это стоит спросить у компаний, которые наш слушатель, наш зритель назвал. Что касается нашей компании, то Fiat Albee и Fiat Dobla, которые мы производим в России, так же, как и Fiat Ducato, они стоят, скажем так, ну, не дороже, по крайней мере, своих аналогов за границей, это точно, да, а в некоторых комплектациях даже доступнее. Сергей, вот недавно вышло такое постановление, очередное, нашего правительства о том, что зеленый свет впредь по таможне, по всем делам будет даваться только тем предприятиям, которые обладают полным циклом сборки. А вот отвертка уже, ребят, давайте таможьте по полной программе комплектующей, которую вы вывозите для отвертки. Ну, абсолютно, на самом деле, адекватное решение. Я не про то, да, я сейчас не про оценку решения, я про то, что вам-то начинать вот эту вот глобальную историю всю придется тоже с чего-то. Вы сразу с полного цикла начинаете? Часть, ну, вот линия, к примеру, да, с которой мы будем начинать, наши SP, это будет, конечно же, P1 автомобиль, несколько, там, десяток автомобилей, собраны по системе SKD, то есть полуотверточная сборка, но в ближайшее время мы перейдем на CKD, поскольку там производственные мощности наши позволяют... То есть вы будете варить кузова на месте и красить? Мы сейчас уже фактически варим и красим все выпускаемые автомобили. А сталь вы откуда берете? Как я говорил, штамповка к нам пока идет из-за рубежа. Нет, ну вот, допустим, штамповка-то штамповка, и Рено тоже штампует здесь, да, уже штампует здесь детали, но сталь-то не местная используется для этого. Ну, вероятно, в данном случае вопрос скорее к производителям стали, да, нежели к Рено или к нам. Как я уже говорил, у любого компонента, который автопроизводитель глобально использует в производстве, есть процедура сертификации. Как только та же сталь будет сертифицирована, а я знаю, что у некоторых производителей она уже сертифицирована по международным стандартам, безусловно, компаниям, работающим в России, вероятно, будет выгодно работать с локальными поставщиками стали при условии, ну, понятно, да, обоюдной выгоды для сторон. Поэтому, ну, в данном случае сложно конкретно что-то сказать относительно стали. Все зависит от качества и той цены, которую компания будет готова заплатить с нее, вероятно, так. Понятно. Слушаем звонок еще один. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Да-да, еще Максим меня зовут, город Нижний Новгород. Слушаем вас, Максим, внимательно. У меня такой вопрос. То есть я являюсь непосредственно сотрудником группы компании ГАЗ. Угу. Ну, насколько сейчас, вот я знаю, мы упускаем Волгу Себер, который является непосредственно своим продолжением ДОДЖ, соответственно, Себер, там, Крафтер Статус. И у меня такой вопрос. Вот вы сейчас являетесь как бы представителем, ну, заключили договор с компанией Крафтер, объединились с ними. И у меня такой вопрос. Как вот сейчас вы будете взаимодействовать с группой компании ГАЗ в этом отношении? То есть запчасти как бы одинаковые идут. Машины, как бы, в принципе, те же самые двигатели тоже. Какие-то имеют отношения общие. Как вы надеялись с ними продолжать сотрудничество? Ну, смотрите. Как бы конкурентами. Ну, вопрос-вопрос понятен, да, но... Спасибо большое, но я вот в данный момент я не являюсь представителем Крайслера, да? Я представитель вообще компании Солерс, которая заключит с Фиатом некое соглашение о создании совместного предприятия. Нет, ну и кроме того, надо сказать, что Крайслер не имеет ничего общего с тем автомобилем, который выпускается в Нижнем Новгороде, имеет лишь общее только происхождение. Ну, наверное, да. Да, потому что все с потрохами куплено газом, машина полностью продана вместе с линией, она получила собственное имя, и поэтому тот Крайслер Себринг, который был и стал Волгой Сайбер, он к Крайслеру уже никакого отношения не имеет. Крайслер выпускает совсем другую машину под маркой Себринг, и это автомобиль следующего поколения уже, и права на него, пока он никому еще не передавал, кроме Фиата, собственно говоря. Теперь уже интеллектуальная собственность, я в курсе соглашения, я в курсе, да, там общая уже стала эта история вся. Вот, поэтому тут никакой конкуренции быть не может, а я все-таки про конкуренцию спрошу. А про конкуренцию я спрошу с Автовазом, с альянсом Автоваз-Рено, и про конкуренцию с, ну, наверное, ну, давайте пока вот остановимся хотя бы вот на этой истории, да, с Автоваз-Рено. Все-таки я понимаю, что сам Автоваз, наверное, в том виде, в котором он вот чуть не помер надысь, значит, вряд ли представляет какую-то, так сказать, ну, конкурентоспособность в силу того, что машины неуклонно росли в цене, при этом оставались, ну, стопроцентно архаичны, да. Вот. Однако Рено все-таки, да, вот в это во все Рено новую жизнь какую-то, значит, вливает. Появятся общие платформы. Появятся платформы Рено-Ниссан. На тех же заводах в Тольятти будут собираться машины с бэджами и Рено, и Ниссан, и вот как вы видите в данном случае рынок, да, то есть понятное дело, что они с рынка не уйдут и уходить не собираются, наоборот. Огромные вливания государственных, которые были сделаны, там, миллиардные, ну, другое дело, куда они пошли, это опять один разговор, да, но понятно, что столько денег бухнут, что просто уже, ну, выбросить нельзя. Ну, на самом деле, на первых порах, когда оба проекта только сейчас развиваются, большой, сильной конкуренции мы не ожидаем, скорее мы будем логично, что АвтоВАЗ, что Фиат Солерс, будут просто логично дополнять некий модельный ряд локально производимых автомобилей. То есть выстраивается некая концепция автопрома в государстве, да, где создаются глобальные игроки, Рено АвтоВАЗ и Фиат Солерс в данном случае, которые пока что, да, вот посмотрите на те новости, которые объявляли что одни, что вторые, да, у АвтоВАЗа, насколько я помню, объявлено было о новом неком компактном автомобиле, да, Фиат Солерс объявили об сегментах С, Д, кроссоверы и внедорожники, да, то есть, как видите, первоначального пересечения нет. Ну да, АвтоВАЗ уже молчит о кроссовере своем, там уже никто про него не заикается, кроссовер, который был показан два года назад. С-кроссер, по-моему, да. Ну, да, название просто, он такой очень... С-кросс, с-кросс был, да. А, С-кросс, да, С-кросс, да. Вот, как бы уже непонятно, что с ним будет. То есть, ну... Ну, то есть, логично, да. То есть, некая дифференциация есть, да? Вы видите некую структуру, которая сейчас создается, которая будет фактически покрывать все сегменты автомобильного рынка, которая будет не очень сильно пересекаться в плане производителей. Ну, а там, где будет пересечение, безусловно, это всегда хорошо для клиента, это возможность выбора. Ну, и как-то и производитель немножко подстегивает все-таки. Ну, безусловно, конечно, к развитию, к внедрению новых технологий, к их представлению и развитию на российском рынке. Звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло! Да, слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей Макаров, Москва. Слушаем. У меня вот вопрос к Сергею, именно как к представителю Солерса, не как Сеата, а именно Солерса. Вопрос такого порядка. Вот за время владения группой Солерс заводом у вас, почему не выставлялся у вас на таких международных соревнованиях типа Дакар? Вот где пиар-то. Ну, вы знаете, сразу у вас прерву, простите, он участвовал в последнем ралле. Шелковый путь. Шелковый путь. И отлично там принял участие. Вот. А что касается дальнейшей спортивной программы, УАЗ участвует в национальном чемпионате по кроссу. Это там, где на УАЗах 469 гоняются по внедорожным трассам. Кроме того, огромный пиар для УАЗа – это участие, безусловно, огромного количества УАЗов во всевозможных ралли-рейдах и любительских соревнованиях. Трофи-рейдах, да. Ну, просто по поводу вот «Шелкового пути». Я сам видел там «Патриот». Да, который доехал до конца. Он доехал до конца, да. Вот я так сформулирую. Он доехал до конца. Да, многие не доехали. УАЗ «Патриот» доехал до конца. И, в общем, я общался с экипажем. Ребята, в общем, ну, говорили, что да, да, есть над чем первое, то есть, ну, хотя бы есть с чем работать. То есть, я сформулирую так. То есть, небезнадежная история. Абсолютно. Есть пусть, куда мы движемся. Да, да, да. И очевидно, что если будут определенные больше интересы со стороны завода проявлены на уровне финансирования, на уровне выделения человека часов, просто элементарно, да, под этот проект, очевидно, что этот проект будет более успешен, еще более успешен. Просто тут надо с этим работать. Два вопроса из интернета. Первый вопрос. Когда будет в Смоленске дилер? Нет, ну, я что читаю, да я понимаю, что... Вы знаете, ну, на самом деле, вероятно, этот вопрос, к слову, стоит задать горячей линии фиата, поскольку дилерская сеть – это некий живой организм, который что-то появляется, что-то исчезает периодически, да. Смоленск – это один из приоритетных городов для нас, поскольку стандартное развитие дилерской сети – это города-миллионники, и потом города с меньшим количеством населения, да, она вот так разрастается. Но при этом должен заметить, что, в принципе, от Смоленска до Москвы не так далеко, а в Москве у вас будет выбор из нескольких официальных дилеров. Расскажите, пожалуйста, про фиат Гранд Пунта с коробкой робот. Хороший автомобиль. На самом деле, концепция фиата вообще такова, что фиат сегодня является мировым лидером по выбросу окиси углерода в атмосферу. Реально он лидирует среди всех иностранных автоконцернов с показателем в среднем на один автомобиль. Фиат ради достижения этой экологичной цели в том числе отказался и от автоматических коробок передач и использует повсеместные роботы. В патче, что они шибко дешевле. Да, вероятно, из-за этого. Но тот единственный робот, который сегодня есть в гамме фиат, он ставится на Крому, но Крома, как известно, это старая платформа времен сотрудничества General Motors. Да, еще да. Те роботы, которые сегодня выпускаются, достаточно современные агрегаты. Я сам езжу на фиате с роботом. За зиму никаких технических проблем у меня с ним не было. Да, есть некоторые особенности, которым необходимо привыкнуть находясь за рулем этого автомобиля, но их не больше, чем при управлении ручной коробкой передачи. Сергей, кстати, по поводу особенностей. Просто есть еще один вопрос. Я, честно говоря, не хотел его вам задавать, потому что понимаю, что вы человек не технический, и многие вопросы технические, наверное, неуместно вам адресовывать. Тем более, что мы говорим о этом глобальном проекте. Да, Сольерс, Фиат, и все. Но если уж вы сами ездите на Кроме, на, простите, на... Я езжу на Браво, но ездил и на Пунта немало. Да, неважно, да, с роботом, да. То вот вопрос, правда ли, ну, вот из Питера пишет девушка, правда ли нельзя на холостом ходу зимой Пунта с роботизированной коробкой греть? Как ехать зимой за леденелым стеклом? Вера, Санкт-Петербург. Ну, на самом деле, особенность там такова, что стандартно в инструкции это даже написано, вы заводите автомобиль и переводите рычаг в нейтральное положение. Либо, ну, просто переводите рычаг, потом заводите автомобиль. Комплекс цепления размыкается, и все давление масла, которое там создается в тот момент, когда напротив передача включена, да, оно сбрасывается. Если действительно завести автомобиль, оставить его на передаче, да, и удерживать его на месте тормозом, создается давление масла, которое, вот, собственно говоря, разжимает вот это сцепление. И тогда, когда масло холодное, действительно, возможно, бывает, не часто, но бывает, я не буду скрывать, когда масло начинает выходить из робота. Немного, но бывает, выходит. Соблюдая инструкцию... То есть просто в положении Н в нейтраль, и можно греть машину? В положении Н, и можно греть машину, там, 3-4 минуты, этого, в принципе, вполне достаточно. Но если уж мы будем говорить за экологию, то, в принципе, лучше поехать, да. Таким образом, вы кушаете меньше бензина, быстрее прогреете автомобиль и позаботитесь о здоровье ваших соседей во дворе. Ну, это все, да. Это мы все уже, это все мы уже слышали и знаем про экологию, да. Что касается внедорожных машин и полноприводных машин... А, звоночек висит у нас, прошу прощения. Нет, давайте тогда уже сейчас... Крайний вопрос на сегодня уже от зрителей, потому что осталось у нас уже 5 минут до конца эфира, и потом я еще опросик задам. Слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы? Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я из Москвы. Меня интересует полноприводная версия Fiat Ducato. Будет ли она выпускаться? Сколько будет стоить? И если будет дизельный двигатель, то будет ли у него автономный подогрев? Спасибо вам. Спасибо большое. Производство полноприводных Ducato, серийное производство, начнется уже во втором квартале, то есть совсем скоро, в конце весны, начале лета. Это не самодельная система полного привода, ее для нас сделала компания Danjel, вероятно, известная вам. Это эксперты в мире полного привода. Соответственно, они адаптировали свою систему для Fiat Ducato, при том, что она может быть установлена на любую версию, вне зависимости от колесной базы, от высоты крыши, от того, что находится внутри салона. Стоимость, вы знаете, я скажу так аккуратно, что стоимость будет явно ниже аналогов прямых конкурентов полноприводных этого автомобиля. Но, как я уже сказал в начале передачи, обычно стоимость автомобиля мы объявляем в момент его запуска на рынке. Так что буквально немножко осталось ждать, полноприводные автомобили совсем скоро появятся в производстве. Что касается развития полноприводной истории на другие версии, на другие модели, вопрос из Новгородской области от нашего зрителя. Расскажите, пожалуйста, о планах будущего альянса на внедорожнике. Но я сформулирую по-другому немножко, потому что у меня тоже этот вопрос. Но я бы хотел задать относительно линейки полноприводных машин. Потому что все-таки, как ни крути, а в России, хоть и больше расход топлива, хоть и все, но полноприводные машины у нас любят все больше и больше. Согласен. И, насколько я знаю, ФИА тоже прекрасно понимает, как любовь россиян к полноприводным автомобилям, так и, в принципе, необходимость в них на других рынках, не только российском. Что конкретно будет выпускаться, и под какой маркой даже, опять же, говорить очень рано, все вот эти слияния, поглощения и подписания договоров ФИАта с Олерсом, они вот только-только состоялись, либо только состоятся. В рамках той концепции, которую ФИАт объявил, презентуя свой альянс, презентуя план, пятилетний план развития Крайслера, бренд Jeep будет жить, и нас ожидают как новинки, так и рестайлинги существующих автомобилей. А появятся они в России или нет, я думаю, на сегодня необходимо задать вопрос представителям все-таки компании Крайслера. Понятно. То есть под маркой ФИАТ мы не увидим ничего такого, чтобы нам намекало о действительно внедорожниках полноценных. У ФИАТа есть два полноприводных автомобиля. Один из них, пожалуй, можно назвать кроссовером, это Седич, и второй, это полноприводная версия Панды. Но тоже это не внедорожник все-таки. Ну, это не внедорожник, который при этом победил на тендере австрийской почтовой службы Геланды Ваген. Ну, я думаю, там не только внедорожные качества оценивались. Нет, она скакала по сугробам просто из-за маленького веса. Я в курсе, да. Осталось у нас две с половиной минутки. Сергей, в каком состоянии находится сейчас вот это формирование альянса, и очень коротко мы суммируем наш разговор, этапы его остановления и на что вы хотите выйти. Ну, сейчас финализируются некие документы, которые будут предоставлены в том числе и в банке с государственным участием для получения финансирования. Как и было объявлено, к 2016 году мы планируем выйти на 500 тысяч автомобилей в год, под какими брендами пока не готов вам сказать. Они будут выпускаться на площадке Солерс Набережные Челны. Для их выпуска будет создан собственный парк поставщиков компонентов непосредственно в Набережных Челнах. Также будет использоваться Заволжский моторный завод для выпуска части компонентов. И будет использоваться возможности технопарка в Тольятти, который создается, насколько я понимаю, альянсом Рено АвтоВАЗ. К этому времени есть некий промежуточный этап. Да, вот так вот. 2013 год, если я не ошибаюсь. Которому планируют выпускать порядка 300 тысяч автомобилей. Ну, а сейчас мы начинаем уже не с нуля. У нас есть завод, который может выпускать 75 тысяч автомобилей в год, который уже выпускает Албею, Добла Панорама, и в ближайшее время начнет выпускать Фиат Линнея. То есть фактически Линнея запустит некое вот... То есть она станет паровозом, да? Да, она станет паровозом, она запустит производственный процесс в рамках совместного предприятия Фиата и Солерс. Когда сойдут первые машины с конвейерами под лодилерские шоурумы, сделанные именно в рамках нового альянса? Вы знаете, пока не готов вам сказать, но совершенно четко очевидно, что те 300 тысяч автомобилей, которые декларируются на 2013 год, они уже будут состоять частично из тех 9 моделей, новых, абсолютно новых моделей, которые будет выпускаться в рамках Фиата, СП, Фиата и Солерс. Понятно, Сергей. Ну что же, осталось пожелать только вам удачи и все-таки не обмануть ожидания. Видите, сколько людей звонило. Они верят в то, что это будет. И также они верили во все другие проекты, да? Поэтому верим, надеемся, что все случится. Так сказать, удачи вам, вашим коллегам, вашим партнерам. Дай бог, чтобы у нас действительно появился один, еще один мощный автомобильный гигант. Спасибо огромное. Итак, у нас был в гостях представитель компании Солерс Сергея Линский, с которым мы говорили о создании нового глобального альянса Фиат и Соль. Здравствуйте с нами. С Клановом Автоплюс вы уже точно много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok